Ой, это был пицец. Я два года отработал шахтером. Для меня это боль. Не слишком ли это по-гейски? Лучше не надо. Охренеть. Ага, поехали! Всем привет, друзья! Мы находимся в гостях у профессионального Бариста Жени. В его кофейне 8 атомов. И сейчас будет рубрика «Что вы хотели, но боялись спросить» у Бариста. Итак, первый вопрос. Тяжело ли было открыть свое дело, свою кофейню? Конечно. Это прям на самом деле тернистый-тернистый путь. Я два года отработал шахтером. Для того, чтобы скопить себе какой-то капитал. Охренеть. Шахтером? Да. В шахте? Да. Охренеть. Я проходчик по профессии. И я подзаработал. То есть почти два года у меня на это ушло. Но опять же, этих самых средств мне не хватило. У меня были партнеры, с которыми мы тоже немножечко разошлись. Сколько ты заработал, когда был шахтером? Сколько может заработать шахтер за два года? Колись. Ой, ну... В пределах хотя бы? Ну, миллион. Хорошо. А сколько потребовалось, чтобы кофейню открыть? Миллион восемьсот. В два раза больше почти. Погнали дальше. Сегодня кофе, кофейню – это прибыльный бизнес. Много ли у тебя клиентов? Все ли гладко? Или приходится затягивать поиски? Чаще всего, да. Затягивать приходится. Гостей вроде бы достаточно, но не всегда. Тем более с последним вот этим вот нашим периодом, который уже длится там полтора года. И еще есть такой нюанс, то что как-то я вокруг себя все привязал, создал проект, и получилось так, что люди приходят в кофейню, посмотрели, ага, Жени нету, развернулись и ушли. Для меня это боль. Я создал проект для вас. Приходите, пожалуйста, почаще. Приходите и не пейте растворимый кофе. Кстати говоря, вся правда о растворимом кофе. Давай. Пить можно, но лучше на спешлете… Но лучше перед смертью, да. Но лучше именно на спешлете сегментах. Это есть такие ребята, есть умельцы, которые научили растворять очень хороший классный кофе. И да, там пачечка будет стоить, ну, не 150 рублей, да, как в масс-маркете, 700 рублей, там, за небольшой объем, но это вкусно. Ну, хорошо, а все остальное? То, что обычно пьют наши дяди, тети, бабушки, дедушки, вот они привыкли к этому, там, баночкам, что это? Это мусор? Лучше не надо. По факту, да, это очень дешевый сегмент, прям дешевый, что ни на есть прям К5. Его растворяют минимум 4 вида газа. Его сублимируют и создают вот это вот непонятное что-то, что, в принципе, нас бодрит, но в то же время, ну, быстро опускает руки. Если мы идем в магазин за зерновым кофе, можно найти что-то нормальное? Зерновой кофе в магазе? Нет, в масс-маркете его абсолютно нету, хотя открываются какие-то крупные проекты, типа, там, вкус виллы или еще что-то в этом роде, там можно встретить. На просторах, допустим, порталов, да, тех же самых доставок и тому подобное, можно что-то найти, но лучше покупать в кофейнях зерно. Я знаю, что ты любишь пить эспрессо, отгибая пальчик. Не слишком ли это по-гейски? Абсолютно нет. Я хочу запустить прям официальный жест эспрессо. Я мониторил, я смотрел, я видел, как большинство пьют людей. Это удобно, это прям хорошо, понимаешь? И пусть это будет прям таким вот жестом, когда ты заходишь в заведение, показав его бариста, он может приготовить его. Типа вот так вот? Да, чашечку. Хорошо, последний вопрос. Твоя самая лучшая, самая вкусная чашка кофе в жизни? Ой, это был Питер. Это был Питер. Сейчас, я сейчас не буду услышать. Это был Питер. Это был, даже сейчас помню сорт, это была Кения. Это была одна очень крутая кофейня, в которой я два года, нет, три года назад я был в Питере. Я встретил ребят в другом проекте, и они мне такие, Жень, мы для тебя оставили последнюю порцию. Этого урожая больше не будет в природе. Ничего себе. Загляни к нам, пожалуйста. Ты там типа скоро уезжаешь? Я такой, ну да, вот буквально там завтра вот уже вот во сколько-то. Пожалуйста, прям загляни, не пожалеешь. И да, прям для меня вот эту порцию прям сохранили. Они еще, у них специфика такая, там в баночках сохранить прям порцию. Шприц рядом лежал. Практически, да. И ввел в себя внутривенный кофе. И мне сварили такой бомбический эспрессо. Это просто, это да мурашек, конечно. Женя, огромное тебе спасибо. Приходите почаще, пейте правильный кофе, заглядывайте к Жене в 8 атомов углерода. Подписывайтесь на наш канал, инстаграм, ютуб, фейсбук, контакт, где вам удобнее. Друзья, всем удачи и хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!